Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу, меня зовут Константин. Вот как они умудрились сделать так, что автодом вроде бы снаружи маленький, а внутри огромный. Какими такими технологиями они обладают, какие такие спецэффекты применены, что вот вроде бы небольшой. Но давайте зайдем внутрь. Couchman 230FS на базе Chevrolet. Кстати, про базу Chevrolet я чуть позже скажу. Ну вот посмотрите, какой он большой. Огромный. Вы видите? Вот сейчас вот немножко дальше отойду. Посмотрите, какое чудо. Значит, P-образная кухонная группа. То есть вот можно здесь так уютненько сидеть, раз, два, три, четыре, пять. Пять еще здесь стул еще поставить, и будет шесть человек. Посмотрите, какая огромная кровать. Очень большая. Дальше, напротив нее стенка, где можно повесить очень большой телевизор. Посмотрите, какая большая туалетная комната. Тумбочка, умывальник, такое вот красивое дизайнерское зеркало, унитаз. И, кстати, унитаз можно поворачивать налево и направо. И большой душ. Кухня. Вот во всех европейских автодомах практически нигде нет разделочных поверхностей. А здесь, смотрите, вот сколько их. Мойка одна чего стоит. Большая, глубокая. Кстати, здесь можно поставить кастрюлю, накрыть с борщом, чтобы она не расплескалась. И спокойно ехать. Теперь впереди автодома. Вот это не альков. Это продолжение жилого модуля. Альков это что-то такое, вот знаете, вроде вещь мешка. Зимой холодно, летом жарко. А здесь это продолжение спальни и вот с отдельным еще телевизором, который вмонтирован вот сюда, вот в этот альков. Кстати, вот плечо можно повернуть и телевизор может смотреть вот на эту кухонную группу. Теперь, автодом на базе Chevrolet. Chevrolet мощнее, чем Ford на 25 лошадиных сил. Значит, так у него, кажется, 325 у Ford, а у Chevrolet 350 лошадиных сил. Холодильник. Холодильник здесь компрессорный, то есть такой, как у вас дома. Слайдер. Вот этот слайдер на всю длину автодома. Кстати, некоторые спрашивают, а как он ведет зимой? Да прекрасно. У меня прицеп со слайдером уже 5 лет, в минус там 35, кажется, градусов мы делали чуть ли не сауну в прицепе. И вот здесь, вот я не знаю, тут не передаю, тут палец пытаюсь просунуть, там О-ринг, так называемая резинка специальная, которая не дает пропускать ничему, ни холоду, ни теплу. То есть здесь все герметично. Кондиционер. Кондиционер мощнейший, инверторный. Его хватает фактически на все это помещение. И, естественно, у этих автодомов, вот почему я сейчас сразу говорю про бортовой генератор. Потому что в движении этот кондиционер работает и создает микроклимат. Вот, например, в сильную жару, если ехать, кондиционер будет работать. Почему я на этом акцентирую внимание? Вот в европейских автодомах нет бортового генератора. А это значит, что работает всегда только кондиционер жилого модуля. А кондиционер жилого модуля, это значит, что у него работает только кондиционер автомобиля. Не жилого модуля Кондиционер автомобиля не знает, что он находится в автодоме Потому что автопроизводители ставят обычные стандартные кондиционеры автомобиля И в связи с тем, что здесь работает кондиционер автомобиля Он работает на полную катушку Потому что он не может охладить все это помещение И получается очень неприятный эффект Впереди на груди, на животе у вас холод А сзади на спине у вас жара Спина потеет Это очень плохо В американских автодомах такого нет В американских автодомах, благодаря генератору, который работает в движении Работает все время кондиционер жилого модуля И здесь равномерно распределяется холод И создается микроклимат вот такой, какой вам нужен Пошли этот автодом, посмотрим снаружи Так, значит, вот здесь как раз таки расположен генератор Внешний душ Маркиза, которая автоматически убирается При возникновении ветра Кстати, она выдвигается с помощью электродвигателя Нажатием на одну кнопку Внешний душ Ну вот такая вот водяная станция То есть здесь осуществляется заливка Подсоединение городской воды Чтобы трубопроводная система была все время под давлением А под давлением она должна быть для того, чтобы у вас работали посудомоечные машины Стиральные машины Потому что им нужно давление Вот в европейских автодомах включается вода во время включения одного из кранов Они снабжены такой микроклопкой Вот сейчас зайдем внутрь, я расскажу вам про вот эти краны Значит, система канализации здесь американская Вот это вот огромный слайдер, который вот как раз и делает это помещение большим И вот совсем забыл сказать про краны Это касается всех американских автодомов Всех без исключения Уж извините, я вам скажу отличия от европейского Вот если у европейского автодома или прицепа сломается кран То нужно ставить кран только для автодомов В связи с тем, что европейские краны снабжены вот этой микроклопкой Здесь такого нет Вот этот кран можно купить в любом хозяйственном магазине Вот не нравится вам черный Поменяли на белый Поставили хронированный, там какой угодно Этот кран ничем не отличается от крана, который у вас дома Ну а с вами была компания Дом в дорогу Напоминаю, что мы занимаемся продажей не только прицепов дачи автодомов Но и организовываем путешествия с прицепами дачи и автодомами Наш сайт дом-в-дорогу.ру с нами интересно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Компания Дом в дорогу абсолютно бесплатно в тестовом режиме Для всех желающих запускает новую услугу сопровождения в дороге Наша компания имеет очень большой многолетний опыт путешествий с домами на колесах Мы организовываем караванинги по всему миру Ну а на Черноморском побережье Грузии и России, в Армении и Средней Азии Мы знаем все и нас знают все Услуга работает для путешественников, у которых есть дом на колесах, автодом или прицеп дачи Мы вам будем помогать в поездке круглосуточно 7 дней в неделю Во время путешествия вы будете оперативно получать ответы на любые ваши запросы Например, мы находимся в этом месте, дайте ближайшую точку хорошей площадке для ночлега Мы приехали на побережье, забронируйте и дайте локацию хорошего кемпинга на море Мы находимся здесь, организуйте нам, пожалуйста, индивидуальную экскурсию по Тбилиси или по Стамбулу или по Каппадокии, в зависимости от того, где вы находитесь Мы выезжаем в следующий кемпинг, дайте нам интересные достопримечательности в районе этого кемпинга Мы будем проходить границу, когда лучше это делать, сегодня или завтра Где мы можем получить страховку до или после прохождения границы К какому оператору лучше подключиться в Грузии или в Турции Тут все говорят по-английски, я включу громкую связь, выступите, пожалуйста, в качестве переводчика У меня в автодоме неисправность, что мне делать? Мне нужна медицинская помощь, помогите мне На эти и на другие вопросы, возникшие в дороге, вы будете получать оперативные ответы Если вы планируете путешествие или сейчас находитесь в путешествии Отправьте в WhatsApp на номер 8-918-487-5079 слово сопровождение С вами свяжется специалист компании Дом в дорогу Создаст группу в WhatsApp и в ней вы сможете задавать любые вопросы Я многое рассчитывал и планировал увидеть Но то, что я увидел, я офигел Субтитры сделал DimaTorzok